здравствуйте дорогие друзья мы продолжаем прогулку по заводу маршал городу луганск и конечно с вами игорь удашев уважаемые друзья мы продолжаем обзор цеха номер два и хотели бы вам немножко рассказать о обновлении станочного парка который происходит на заводе маршал конечно же рассказать о этих красавтов станках кендай которые очень массово тут применяется для производства комплектующих шаровых кранов марки маршал но более подробно и грамотно самое главное расскажет главный инженер предприятия оленек артем михалыч артем михалыч здравствуйте собственно расскажите пожалуйста что за оборудование здесь у нас на фоне и конечно такие функции она выполняет и почему именно hyundai данное оборудование которое мы видим за нашей спиной это токарные станки оборудованные прудка податчиками используют и применяется на заводе марша для изготовления деталей цельнославных кранов а именно в данном случае это деталь втулка сальника и шпиндель почему именно выбранных хендай потому что оборудование было закуплено нами ранее на другое производство это было отрезанное оборудование за весь период эксплуатации зафиксировалось себя как очень качественное оборудование имеющие хорошую жесткость и имеющие очень хорошие точные показатели в процессе обработки поэтому выбор при закупке нового оборудования выпал именно непосредственно на фирму хендай закупка оборудование происходит планомерном переворушении станочного парка завода закупается уже непосредственно современное высокоточное высокопроизводительное оборудование в моих руках на данный момент пример детали которые изготавливаются на этом станке это втулка сальника для шарового крана дн-32 данная деталь практически имеет полностью уже готовую конечную деталь она только осталось на ней остается произвести фрезерную работу которая выполняется на оборудовании также которые мы видим за нашей спиной это фрезерный обрабатывающий центр f400 также производства марки торговой марки хендай артем михалыч если все-таки говорить об основном производстве штаков многие зрители наконец заинтересуется в этой деталью я знаю уже по прогулке что вы также здесь и штака производите до каких диаметров типоразмеров максимально что технологическая возможность осмотрения оборудования деталей на данных оборудования это круг диаметром 45 миллиметров мы на этих станках непосредственно как наравне из деталок из деталей только сальника производится и производства деталей шпинделя шпинделя мы изготавливаем от на кра шаровые краны от размеров дн-15 до дн-100 включительно на который просто на данном оборудовании в результате в итоге мы получаем полностью готовую деталь которая дальнейшая продвигается только фрезерной обработки и уже как готовое изделие поступает на сборочный участок ну и конечно не могу спросить о контроле качества потому что все наши репортажи прониженные сын к и собственно говоря ваш коллега а михаил алексеевич рассказывал уже у 7 мм качество на предприятии несколько слов как здесь происходит потока и конечно же знаете отдельным я думаю заслугой является технологическая карта которая здесь воспользуется это по сути ваши даже ноу-хау без привлечения да что сказать по контроле качества как мы уже говорили ранее что в обязательном порядке при выполнении операции при изготовлении первые детали первый деталь предъявляется контролер от ика но и при соблюдении всех параметрах чертежа контролер от так разрешая производства дальнейшей партией деталей и приведет перед перемещением партии деталей на следующую операцию она происходит подozza контроль к данным т на текава также в процессе работы контролер от така производит летучий контроль по рабочим местам работника мы где производят замеры деталей. Что касается операционной карты, это действительно является нашим ноу-хау. Это упрощенная версия технологического процесса, который непосредственно находится на рабочем месте, в котором описываются технологии изготовления деталей, габаритные чертежи деталей. Причем она делается в свете для того, чтобы работнику было легко воспринимать данные, которые описаны в рабочей карте. Отлично. Ну что ж, уважаемые друзья, как вы сами видите, мы не громогласно сказали вам, что на Marshall очень интересно приместиться по производству шаровой арматуры, потому что очень много интересных и самое главное, очень важных есть заметок по улучшению производства, по улучшению его качества. И знаете, уважаемые друзья, часто задавали вопрос, почему шаровые экраны Marshall такие дешевые. Как я понимаю, на качестве это не сказывается, но это сказывается на технологическом процессе. Именно здесь идет большая оптимизация и, конечно, очень большая работа была проведена конструкторским отделом. Повторюсь, мы обязательно туда заглянем, посмотрим и расспросим руководству конструкторов о том, на самом деле, как сегодня производят улучшение технологических процессов. Потому что вы же сами понимаете, вот всегда бытует мифы, почему продукция тех или иных производителей шаровых кранов стоит недорого относительно брендов, именитых европейских брендов. Это все просто, потому что здесь учится постоянно модернизировать, шлифовать, полировать производство, улучшать его. Мне кажется, это одна из йод успеха, секретов тех самых успехов, когда продукция стоит, скажем так, честно своих денег и берется не за бренд, а за качество, за надежность и, самое главное, долговечность продукции. Это очень важно, когда соотношение цены и качества очень сбалансировано. Артем Михайлович, спасибо вам большое за встречу и, конечно же, за рассказ. Но, уважаемые друзья, честно вам скажу, очень ничего много интересных вот открытий предстоит на Маршале. И, конечно же, мы показываем вам реальное действующее производство, которое вы можете увидеть своими глазами и судить о том, есть ли производство на Маршале или нет, и всегда отвечать, показывая на наши репортажи. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Удачи вам, друзья, хорошего рабочего дня и, конечно же, до новых встреч. До новых встреч. Я желаю вам, прежде всего, верить. Повторюсь своим глазам. Удачи.